Итак, всем привет! Продолжаем освещать события турнира Мастер Норски. В этом поединке у нас сошлись Доктор Пейн и Риксен. Вот, выбрал я пару поединков, не стал я кастить Хаос против Норски. Я думаю, еще таких поединков будет полно, и посмотрим, мы еще увидим что-нибудь более интересное, чем обычный спам пехоты за Хаос против Норски. Даже на это время терять не хочется. Ну и вот, достаточно интересный поединок здесь. Мы увидим причину, почему так или иначе закончился он. Поэтому нужно будет обратить внимание на какие-то особые моменты, особенно если вы играете в мульти, я думаю, вы должны будете понимать, о чем идет речь. Да, и те, кто не играет, тоже, я думаю, посмотрят. Именно речь будет идти вот о Паучихе в составе, о стрелках в составе Орков против Норски. В принципе, здесь есть, ну, Ажак у нас есть, да, которого могут прикрывать, если что, вдруг Хаос, если уйдет, вернее, Норска, если уйдет у нас в воздух. И смогут они его прикрыть, эти стрелки, неплохо. Раз, два, три, четыре у нас стрелковых отряда. Хорошая пехота взята за Хаос. То есть, три черных Орка, три четких пацана. Дикие четкие взятые у нас. То есть, четыре отряда с бонусом против крупных целей. Вот, но Норска вот в этом поединке решила маленько схитрить, решил Пейн. Вот, и берет он двух слонов. Одного под Вульфрика, другого берет под, ну, просто обычного слона. Берет три элитных грабителя с тяжелым оружием. Вот их в количестве трех, в две лычки каждый вкачан, обратите внимание. Ой, нет, 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 элитный. Вот у нас один в одну лычку вкачанный. Да, грабители вот. Да, грабители, воины. Все правильно, да. Вот они, тяжелые. А эти три это обычные у нас, ну, просто с бронебойным уроном. Вот, и 33 доспеха у них за счет того, что вот в Ульхендары, оборотни здесь. То есть, ну, достаточно такой по пехоте слабый центр. Но при этом этот центр у нас поддерживается по факту двумя слонами. И поддерживается у нас оборотнем, который дает хороший баф по броне. Посмотрите, то есть у этих товарищей 33 броня. И, в принципе, можно надеяться на то, что они что-то, ну, какое-то время они против черных орков продержатся. То есть, сыпятся не сразу. Шаман-чародей у нас металл с окончательной трансмутацией. Большое количество собак. Нарсийские боевые псы. Нарсийские ледяные волки вот на левом фланге. Из лесу их сейчас перебрасывает. Здесь Пейн. И еще два нарсийских боевых пса у нас здесь вот спрятаны в тылу. Ну, что ж, мы посмотрим, как все это будет заиграно. Дело в том, что, вот, по крайней мере, практика показывает, что орки, ну, пожалуй, наиболее... Из таких контрфракций норские, в общем-то, по большому счету. Вот, после того же хаоса, там, и, наверное, может быть, империи. Но, по крайней мере, это интереснее смотреть. То есть, если идешь от паучихи, то, как бы, нужна особая тактика. Когда есть паучиха и есть слоны, вот, то есть, нужен особый подход к реализации паучихи. То есть, каждые вот эти вот все отряды, их 4 стрелковых отряда, то есть, все, что берет стрелковые у нас орки при наличии паучихи в составе, это все должно быть грамотно заиграно. То есть, мы должны понимать, что паучиха сама по себе один в один, да, она с мамонтом исправится. Но, когда их вы видите, тем более, два здесь, в общем-то, ее функция, она расширяется. То есть, она должна убить не одного, получается, у нас, а двух. И вот, посмотрите, как неосторожно запускает в бой ее Риксон. И она начинает здесь, ну, достаточно успешно. Она с одним мамонтом справляется, но, вот, опаздывает пехота. И дело в том, что, когда вот так вот паучиха заходит в бой в Норске, если есть какие-то вульфкиндары там и прочее, вот такая вот муть, если нет вот такой вот жесткой пехи, обычно все это сразу накидывается на паучиху. И когда вокруг нее образуется вот эта куча мала, сейчас мы ее увидим, то есть, стремится Норска как можно быстрее ликвидировать юнит, который может ее, ну, привести к поражению, то она нуждается, как очень сильно нуждается именно в поддержке лукарей. А здесь что мы видим? То есть, для того, чтобы сейчас в этой ситуации поддерживать паучиху, у нас столкновение должно происходить на вот этой линии. При этом у нас опаздывает пеха, то есть, перехитрил себя Риксон, зачем-то вот зашифровался он в этом лесу. Для чего? Непонятно совершенно. Мало того, что здесь ржавые у нас попадают, у нас остальные стрелки не могут помочь. Вот только у нас гоблины-лучники здесь чего-то пытаются, какими-то своими хилыми залпами накидать всей вот этой вот цворью вокруг паучихи. И все на этом. То есть, посмотрите, грамотно как Риксон поднялся, вернее, Пейн поднялся наверх. И вот у нас линия фронта. Посмотрите, как смещена она получилась. То есть, стрелки просто-напросто не дотягиваются, чтобы помочь паучихе. А функция на ней здесь, на нее возлагается огромная. Ну, понятно, ожидаемо, что грабители у нас с тяжелым оружием сливаются. Зато очень здорово вот эти грабители в войне держатся. Посмотрите, просто великолепно. Отличная атака нарсийскими боевыми псами по тылам. Ну, а здесь вся шайка вокруг паучихи. Ледяные волки ее здесь грызут, дабы она не двигалась. Да, неплохо у нас по грабителям здесь отрабатывают стрелки. Но опять-таки, это же они все по грабителям отрабатывают. Да, вот здесь вот элитку грабители воинов просаживают у нас, и голодранцы. Но, блин, они не тем заняты. Попытка Ажага ликвидировать шамана-чародея. Вообще, это его задача номер один, конечно же, на бой была. Ликвидировать вот этого товарища. Но пока она ни к чему не приводит. Здесь Вульфрик он подбегает и начинает наваливать Ажагу. Да, с Пехой-то справились. И только вот сейчас, вот в эту толпу... Так, что у нас закинуто? Да, у нас еще окончательно трансмутация тут закинута. И неплохо просаживают. Посмотрите, с Пехой-то орки разобрались. И достаточно эффективно разобрались. То есть, без шансов вообще для нарсийской пехоты. Да, ничего себе, трансмутация великолепно зашла. Просто замечательно. И только вот у нас сейчас вот эти лучники подошли и начинают отрабатывать по слонам. Блин, ну паучиха-то уже мертвая. Все уже. То есть, она еще, мало того, что она должна убивать. Она еще как сдерживающий фактор для этих мамонтов. Потому что нарсийцы понимают, что если ты оставишь одного мамонта против паучихи, он и погибнет. Она его замордует. Двух сосредотачивает. Соответственно, пехота начнет проседать. Поэтому она, я говорю, вот еще оттягивает на себя огромное количество этих юнитов. Дорогостоящих, прежде всего. И тогда они становятся, как бы, добычей для стрелковых отрядов. А сейчас, ну, успеха-то разобрались. А слоны-то, ну, вот один у нас моргает. Ну, Ульфрик-то целый. Блин, он один всю эту толпу размотает. Посмотрите, у нас запопались здесь четкие. Запопались здесь черные. Мало того, что они по трансмутацию попали, они еще попадают под слона. Посмотрите, как он их выкашивает. Здесь, ну, просто замес вообще капитальный идет. Все, орки бегут. Хоть интервал атаки, хоть не интервал тебе здесь атаки. А Жак тут носится. Че ты носишься? Помогать надо, а не носиться. Собаками, да, тоже здорово действует у нас Пейн здесь. Но уже, что у нас, у голодранцев четыре выстрела. Паучьи лесные сейчас кое-как выберутся. И то пять, ну, моргают. Ну, выскочат они, конечно, вот они, пауки бегут. Вырвутся. Собаки еще все целые. То есть, ну, не дает он. Здесь одни собаки были перенесены в жертву. Только чтобы эти гоблины не стреляли. Да, у нас тут и Вульфрик, и... Ну, все. Все. Паук сдох. Все, до свидания. Никакой Ожак не поможет. Да, конечно, во-первых, он еще и не быстро летит. Да, мы видим не на ускоренном, так сказать, марше. Еще и здесь он добить не может. Какой-то инвалид вообще в этом бою. Кидал-кидал, с магом не справился. Слона не добил. В общем, шибко не помог в ближке, скажем так. По-моему, достаточно гораздо эффективнее было бы большого Ожака здесь взять. Хотя, тоже Ожак может заходить и вполне. Ну, пеха-пеха. Ну, что от нее ждать? Блин, она, эта пеха, конечно, попала под черных арков. То есть, она продержалась ровно столько, сколько нужно было, чтобы убить паучиху по итогу, по факту боя. Собаки отлично отыграли. Вообще, молодцы. 36, 35, 21. Причем, это все пехота, это все стрелки. То есть, это те фраги, которые крайне ценные были по ходу поединка для Норски. Ну, и Бритония против Норски. Интересный матчап такой. Ну, здесь Бритонии, ну, как кава и стрелки. Ну, здесь мы видим три хашки, максимальное количество позволено правилами, чтобы уже не превращалось непонятно во что. Одна из них, это Стражи Манфорта. Вот эти вот конные и емые лучники. Замечательный отряд. 700 монет, правда. Ну, блин, я думаю, он своих стоит. Мало того, что урон аж 28. Ну, вот если сравнить с обычными, 22. Ну, я все-таки думаю, для таких элитных отрядов мы могли бы рейндж накидывать. Ну, хотя бы пятерочку было бы. Ну, чтобы и нормально тогда было бы. Еще и ядовитые эти атаки. Кроме этого, Кавалерия, Рыцари Грааля, великолепные эти рыцари, Рыцари Королевства, Рыцари Львиного Сердца и еще одни Рыцари Королевства. То есть, все с бонусом против крупных целей. Вот, и с магическими атаками у нас вот этот элитный отряд замечательно. Здесь, конечно, слишком близко стоит, но по большому счету эта роли здесь не сыграла. То есть, бой развернулся у нас не в этом лесу. Ну, а Норска, немудрство и лукаво, четырех копейщиков берет. Ну, в принципе, против Кавы должны зайти. Ну, посмотрим. Четырех грабителей, то есть, пеха очень простецкая. Металл с окончательной трансмутацией. Замечательные вот эти грабители-охотники с дротиками. Вульфрик у нас на этом. Ну, вообще, как бы, элитные вульфхендары. Понятно, оборотень вульфхендар. Норсийские ледяные волки, Норсийские еще одни ледяные волки. Два отряда замечательные, вот эти вот товарищи. Вот. Ну, мне кажется, все-таки на коляске нужно брать. Стрелковая фракция тебе противостоит. И как-то не выглядит убедительно. Тоже те же фемеры с тяжелым оружием. Вот они именно против мобильной конно-стрелковой, по сути, фракции Бретонии. Не выглядят они уж так убедительно. Ну, элитные, да, конечно, это круто. Но, мне кажется, вот вместо диких пастей и вместо одного фемера с тяжелым оружием, ну, где-то что-то как-то подужаться. И можно было трех просто обычных вульфхендаров взять в доспехах, которые там 1150 они стоят. И нормально было бы. Плюс и на вульфрике можно было бы, конечно же, очень здорово сэкономить. Так, ну и остальной состав Бретонии у нас это Фрейлина Жизнь с живущими внизу и с кровью земли. Вот, Пеха у нас, вот эти замечательные товарищи, Зверобои и Бастони. Надо их ближе посмотреть. Мне даже интересно, как выглядят. Воины Пилигрима, элитные воины Пилигрима. В два воина Пилигрима, один и один элитный, всего три. Ополченцы с копьями. Крестьяне здесь стали регулярно брать крестьян. За Бретонию, поэтому, ну, возьмите на вооружение. Я так, сам-то Бретония редко играю, на самом деле. Пока только Норска. И разбивается у нас, то есть у нас попытка кайта от трех хашек. Соответственно, разбивается у нас борьба на отдельные вот такие вот участки. Где-то удачно. Вот рыцарь играли, а лорд здесь удачно попадают. Норсийские эти ледяные волки скорость режут. Да, и неплохо. Тридцать шесть у рыцарей играли, всего лишь скорость. Не дают они вытащить лорда. Да, тоже скорость вон порезанная. Ну, а здесь очень здорово. Посмотрите, как хашки у нас. Просто колбасят они. Да, и вот дешевые эти отряды. Да, посмотрите. Заходит. Ну-ка, давайте посмотрим. Зашла. Ну, почти зашла. Почти зашла. Причем свои отряды даже не попали у Пэйна. Почти зашла. Да, все равно цепанула и неплохо цепанула. Для пехоты Бретонии это, конечно, был большой плюс. Так, ну и что у нас здесь? То есть на отдельной кучке, как всегда, развивается кровь земли у нас пошла. Ну да, надо спасать лорда Квинеля. Эти кто? Нет, это львиного сердца у нас, товарищи. Квинели антипехотные. Здесь вообще, не заморачиваясь в ближку, заходят на ограбителей охотников. Ну вот, когда бой распадается на вот такие вот кучки, это, в принципе, больше, наверное, выгодно кайтующей фракции, скажем так. Так, вот, все, у нас окончательная трансмутация. Да, да, причем улучшенная, великолепно как заходит, посмотрите. Ого, ну-ка, умрет лорд или нет. Здесь еще целый отряд у нас рыцарей королевства, по факту, как резерв стоит. Ну а хашки, даже попав под копейщиков, здесь выстояли. Да, они хоть и бегут, но остальные два отряда неплохо наваляли они грабителям охотников. На треть где-то по количеству просадили. Ну, вульфрик, понятно, он здесь бесчинствует, а вот эти вот товарищи у нас, зверобои, бастони, ну-ка. Как они вообще? Ну да, алибарды-то и щиты, все как, ну-ка, ну-ка, по ряде. Вот эти вот очень красиво сделаны. Святые хранители мизонталя. Вообще, потрясающе, конечно, красиво сделано. Бьются тут с фемирами, тут же к ним эти алибардисты на помощь подбегают. И неплохо, неплохо противостоят. Но жив вульфрик, то есть не удается пока справиться хашками. Вообще, на самом деле, очень тяжело вульфрика того же расстрелять, но это возможно. Ну, открытого столкновения не получилось здесь. И все-таки еще одна кровь земли. Получается, две крови земли, один живущий внизу на данный момент в поединке откинут. Что у нас? У нас фрейлина неплохо здесь грабители охотников. Не дает она им стрелять. Хотя вот сюда один залп и все. И лорд скукожится. Ну, все равно до последнего непонятно. То есть, по пехе, в общем-то, ну, проиграно пехотное сражение, по большому счету, Норска здесь. Но дорогой ценой Бретонии дается вот эта победа в пехоте. Ну, пока пеха с пехой разбиралась, очень здорово все-таки зашли и рыцари Грааля, и рыцари Королевства, и эти рыцари Львиного Сердца. Посмотрите, они размотали у нас и диких пастей, размотали дикие пасти. И в Ильфхендара Оборотня тоже. Хотя тоже дорогой ценой. Посмотрите, три отряда, блин, они практически перестали. По хп, по крайней мере, они, да и по количеству существовать практически перестали. 12. Здесь у нас сколько? Вообще 5. Здесь 10. Ну, что касается хп, так... Ну, и Лорду, естественно, досталось. Но Везунчик не умирает. Лорд у нас. Везунчик Пейн. Можно спокойно ускоряться. То есть, вот в такую вот нелепую беготню превращаются поединки. Зачастую из Бретонии, когда она идет от хашек. Вот этот вот кайт от хашек плюс кайт от кавалерии. Вот. И... Может быть, это не совсем и красиво, и зрелищно выглядит. Вот. Даже скорее некрасиво и незрелищно. Но, тем не менее, такие поединки, они случаются. Они достаточно тяжелые. Для того, чтобы их затащить. Что у нас? У нас пилигримы неплохо, в общем-то, себя показали. Да, 64 из 90. 46 из 90 осталось. Святых хранителей 32 из 90. Просто очень здорово. Зверобои. Да, замечательно. 55 ашек. Так, ну эта шайка собирается под кровь земли, я так понимаю. Да, 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 да. Шайка будет хилиться сейчас. Ну и остатки кавалерии. Вся с бонусом против крупных целей. Плюс остатки неплохие, остатки пехоты. Все-таки не удалось. Наверное, риск это был все-таки брать для Риксона на слоне Вульфрика. Хотя, конечно, он накосил 210. Блин, ну эти 210, это не то, что принесло победу, скажем так. В то время как, посмотрите, как великолепно и ровно отыграл вообще весь рост Рупейна. Крестьяне 6,3 разумеется, больше им и не надо. Копейщики 15,3 со своей задачей, они там на флангах поддержали, где нужно свою пехоту. Все остальное отыграло просто замечательно. И 74, и 26, и отряды эти целы еще остались. И эти вообще у нас 118 накосили. Отлично отыграла вся кавалерия. Хашки и в ближнем бою отработали, и настреляли. Великолепно. В то время как здесь, ну здесь тоже все неплохо, но проигранная пехотная, и не удалось всю каву добить. Хотя, надо отдать должное, Вульфрик дожил до конца. Все-таки вот то столкновение с Вульфендарами и с Вульфендаром Оборотнем, с кавалерией, дорого далось, оно норфски, и не удалось перемолоть всю эту пеху. Но фемиры были заняты вот этой вот пехотой, чего им делать, наверное, не стоило. Все-таки должны, наверное, они были идти в связке со своими собратьями. Ну вот такие поединки у нас пока. В дальнейшем нас ждут другие обзоры. Спасибо за внимание. Всем пока.